у меня есть несколько рецептов во первых чувство юмора я реально очень у меня хорошо налажено производство с юмором и могу попасть в очень неприятную ситуацию но я как бы уже довольно органично умею себя переформатировать перезагрузить обсмеять высмеять и в общем надо сказать что мне это очень помогает и очень комфортно во первых когда ты делаешь это сам это все как-то совсем по-другому это вполне благородно и в общем как-то даже он выглядит так умно потом это разряжает обстановку для других людей и для тебя и в принципе это большое облегчение ну то есть это реальный способ мой то есть это сейчас не отшучиваюсь не для красного словца для меня действительно вот вот у меня бывали очень такие отвратительные какие-то неприятные ситуации ну разумеется если это не связано со здоровьем там или жизнеспособностью какой-то хотя в принципе и со здоровьем у меня были ужасные ситуации тоже я как-то находила в этом все равно какой-то юмор баланс какой-то чтобы все это а так наверное у меня еще есть какие-то из детства заготовки я помню когда была маленькая если со мной что-то происходило знаете ну у всех наверное есть ну я не душа я одна такая дурочка но все данные какие-то детские такие яркие переживания я помню что я когда по моему это был четвертый класс или третий почему-то наверное четвертый или почему-то мы попали в третьем классе в класс перед видней может был какой-то открытый урок в общем я слушала про несчастных детей африки вот реально но советское время это был там еще 80 какой-то год и я настолько прониклась ну вот несчастьями вот этих африканских детей серьезно что это был какой-то серьезный урок нам все это вещали с указкой с глобусом с какими-то там диафильмами знаете как показывали вот ну в школе не было же еще всяких мобильных устройств там или вот айфонов и все это вот нам показывали диафильмы все и там какие-то обезвоженные дети в общем это ужас и мне конечно весь капиталистический мир как нормальному советскому ребенку оказался ну как каким-то несчастьем ужасом вообще я очень им соболезновала очень и я помню как я сидела на уроке говорила господи потому что я была крещённая девочка у меня была крестная но у меня все как-то хорошо уживалась и крестная и пионерское детство октябряцкая тоже и в общем и я помню что сказать господи я помню прям как я взмолилась у меня слезы были в глазах я взмолил сказал господи спасибо тебе большое спасибо огромное что я не не африканский несчастный ребенок умирающий от голода и жажды и я вот ну это я сейчас говорю как бы как бы это звучит как степно это было очень искренне я была ребенком и это было для меня каким-то потрясением и я очень была в этом искренне и вот наверное тогда у меня пошла вот эта привычка в детстве что если со мной происходило что-то ужасное я все время представляла этих детей понимаете африканских и получив там две двойки по городскому диктанту и по городской контрольный то есть получив там в третьем классе вот на выходе из начальной школы две двойки я рыдала безутешно но вот воспоминания кусочки из диафильмов об этих детях африканских они меня немножко выручали что я понимала что как бы ни было ужасно плачевно несчастно мое положение с этими двойками какой позор стыд мама учительница и вообще я была готова умереть там стереть себя с лица земли но я понимала что все равно с этим детям еще хуже как бы не было плохо мне я понимала что этим детям еще хуже и меня это немножко как-то вытягивала как мюнхаузена из болота и надо сказать что потом я так тоже потихоньку забыла об этих детях и вот эта история как бы она уже не актуальна для меня но я научилась самого детства в каких-то ситуациях ну то есть представлять очень быстро выстраивать себе какие-то замки какие-то сравнения где как могло быть еще хуже и кому еще хуже и какая ситуация могла быть гораздо хуже и как бы эту ситуацию немножечко приподнимать мне кажется это наверняка какой-то психологический тренинг на этом построен у профессионалов я им не владею но совершенно как-то самобытно и органично я вышла вот на и я могу сказать что это происходит тоже абсолютно органично в жизни когда что-то такое происходит я думаю ну хорошо что хоть и это есть господи там куда-то не утвердили господи хорошо что куда отсюда не уволили понимаете там потолстела ладно хорошо хоть ногу не оторвало понимаете я сейчас конечно преувеличиваю но какой-то такой вот подход он всегда наверное ну еще может быть момент такой профессиональный я же как ну любой актер он смотрит на ситуацию со стороны да как актер на своего героя да на обстоятельства своего героя и у меня видимо очень сильно мозг уже и образ восприятия жизни на это зато очень я очень часто смотрю на свою жизнь немножко со стороны чуть отстранено это тоже очень сильно помогает потому что это дает возможность что можно было я могла бы уже умереть что 100 с тем количеством эмоций страстности какой-то неистовости которые во мне есть стартово на изначально конечно жить в принципе очень тяжело потому что я вообще по своей сути наверное если бы не бесконечная работа над собой и надо мной то я была каком-то революционеркой там понимаете или какой-то там вот там на баррикады там и вообще все детство мечтала что была война я очень хотела войны я ждала ее всей душой у меня даже мама периодически находила в карманах там в одежде пальто в куртке кусочки еды не говорила что и почему тебя кусок печенки лежит или вареное яйцо очищено потому что если бы началась война сегодня уже наконец и я бы была в окопе я была партизанкой все когда боже у всех кончился да у меня был бы еще кусочек печенки мама конечно было все время в непонятках я даже иногда у меня я играла у меня была такая роль я была солдатом в ванне то есть я мечтала войне все свое сознательное детство дошкольное я просто вставала и спрашивала началась война что я должна была быть конечно же спасать там тащить раненых быть партизаном быть на передовой но то есть как бы даже не убивать но вот именно воевать именно как бы вот это все то есть этот потенциал был во мне огромен поэтому я прошла конечно ну колоссальный путь ну как бы вот так вот видите что я даже ограничила себя в результате от телевизора и вообще от всех этих политических дел понимаете какая работа над собой и в том числе работа надо мной моей мамы моих учителей прекрасных книг русской литературы которые прочитала которые меня как-то все таки с гармонизировали и в общем конечно я не хочу войны и в моем случае это не пустые слова потому что когда-то я ее очень сильно хотела вот но в общем в каких таких но еще знаете безотказный способ конечно это подруга это подруга это у меня просто есть такие моменты когда например особенно это даже найти не касается какого-то вот ну горя там и какого-то вот стресса вот сейчас случилось и все обычно если что-то такое вот ну точечное то ты как-то находишь а вот когда и ты уже весь в дырках и то есть куча всего все рушится тут еще вал в пробку тут тебя сзади еще тюкнули тюкнул еще и уехал и вот это вот все и вот это еще тут и звонят 5 отмен чего-то это это тут и в общем все 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 я могу так сделать я могу у меня есть просто очень прекрасные друзья я могу сказать слушай привет тебе есть пять минут мне не нужно я просто беру телефон я могу плакать могу конечно не плакать в принципе совершенно не обязательно вот но я могу там все высказать 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 в вопросе эгоистом, потому что это абсолютно взаимно всегда, это обратку я получаю точно так же, то есть совершенно все нормально. А еще иногда, вы знаете, нужно обнулиться мне, например, когда тоже я понимаю, бывает, что не работает, или, например, она в отпуске, ну или там недоступна, или что-то, я как-то по-другому чувствую ситуацию, всякие же ситуации, они все очень разные. Я, например, понимаю, что мне нужно просто отстояться, то есть мне нужно, чтобы вот эта вот беда, которую я хватанула, чтобы вот она как бы прошла, чтобы она заземлилась, вот чтобы как-то так вот понять, что взорвется, не взорвется, нет, на месте, все, ушла. И вот нужно как-то, наоборот, отстояться, то есть нужно побыть одной, нужно как-то подумать. Иногда в такие минуты я даже могу там немножко на ребенка цыкать, что меня очень расстраивает, потому что я понимаю, что мать не должна цыкать на ребенка, но иногда я прямо говорю, уйди там, ну как бы я начинаю прям, ну, понимать, что она мне мешает в моей древнегреческой трагедии. Я, правда, потом хожу, всегда извиняюсь, говорю, извини, у меня тяжелый день, у меня сложный момент, я должна собраться, должна мобилизоваться, подумать, да-да-да, понятно, спасибо, хорошо, ты очень добра, ты добрая мать, ты самая лучшая, спасибо, ладно. Ну, в общем, ну, вот какие-то совершенно разные способы, причем мне кажется, что все они действуют безотказно, но в разных ситуациях и в зависимости от того, что как бы вот более востребовано в данный момент, то я и использую. В общем, это тысячи четыре.